Сын Истинный, Сын Истинный, Духа, Аминь. Царю Небесный, Утешитель, Души истинной, Живи с детства и ся исполняй, Сокровища благих и жизни подателя, Прииди и сириси вны, И очистенны от всяких скверны, И спаси, блажа души наша. Господь и Бог наш, Благослови нас на разговоры Твоей Церкви, Как Ты хотел бы видеть Ее здесь, на этой земле, И что у нас из этого получается. Дай понять Тебя, Дай приблизиться к Тебе, Дай исправить свои собственные ошибки. Пока мы здесь, это возможно. И всегда пребудь с нами, Отец, Сын и Дух Святой Во веки веков. Аминь. Давайте, друзья, сегодня поговорим. Я тоже не очень громко смогу сегодня, Потому что у нас такая болезнь какая-то ходит. И у меня голос ограниченный. И слава Богу, я тоже стал убираться из этой болезни. А так, в общем, в целом, Как-то, ну вот, Как есть, так есть. Итак, у нас сегодня с вами тема Пятидесятница, Святой Дух, Церковь. Тема очень важная, на самом деле, Потому что сегодня мы немножко поговорим о Церкви. Вот, как она началась, Как вообще, наверное, Мы хотели бы ее видеть. Вот, ее идеальная, наверное, Такую составляющая. И что на самом деле в нашем мире есть. И почему так происходит. В прошлый раз мы с вами Можно следующий слайд? Говорили о том, что Ученики расстаются с Иисусом В день Вознесения. Он уходит ради того, Чтобы был послан Каждому из нас утешитель. Дух Святой. Вот, многие споры О том, кто такой Дух Святой Велись в истории Церкви. Как он выглядит. Вот. Но мы знаем лишь то, Что он приходит Каждому из нас, когда хочет. И уходит, когда хочет. Изображение его в виде голубя Не совсем канонично. Вот. И мы можем его, ну, представить Как того, кто нас, вот, Каким-то образом приводит К Христу, то есть, к Отцу, К себе самому. Как он действует, иногда непонятно. Вот у меня вчера была группа, И мы об этом говорили. И многим действительно Дух Святой непонятен И очень трудно, вот, На это что-то ответить И как-то возразить. Но вместе с тем, Без его присутствия Церковь невозможна. Без его присутствия Невозможно таинство. Без его присутствия Невозможна наша с вами жизнь. Как таковая. Как он действует, Иногда очень даже Удивительным образом. И, собственно, Церковь Зарождается В день Пятидесятницы. Вот Господь дал Вот это Каждому из нас Такой наказ. Идите научите. Ну, легко сказать Идти и научить. Крестья их во имя Отца и Сына, И Сына, и Света, и Духа, И свидетельствовать о себе. Очень сложно это, да. Вот любому из нас Часто не под силу. Но вместе с тем Он говорит Часто о том, что Вы идите и не бойтесь. Вам будет дано, что сказать В тот день, когда вас спросят. Потому что я буду с вами. Но не таким телесным образом, Как он был с учениками своими. А вот Духом своим святым. И История Церкви Именно Это действие Духа Святаго Среди нас. Следующий славит, пожалуйста. Вот как Церковь Начинается. Во-первых, Помните, что Иуда повесился. Апостолы решили Бросить жеребий, Чтобы избрать двенадцатого. Для них Очень важное число двенадцать, Как такое Число полноты. И избирается один из Семидесяти апостолов, Чтобы он вошел В число двенадцати Учеников Близких Ко Христу. И участь Данного жеребия Падает на Матфея. Если вы Изучаете И все-таки Прикасаетесь К истории Церкви, Вы можете увидеть, Как часто Бросают жеребий. Вообще Это ветхозаветная Традиция, Да, Когда бросают Жеребий, Чтобы узнать Волю Божию. Вот и мы С вами здесь, Когда начиналась Катехизация, Вытягивали Номерки, Помните, Такой жеребий Божий был. Патриархов Избирают При помощи Этого жеребия. Скажем, Патриарха Тихона Так избрали. Когда бросали Жеребий, Он был избран. И часто В церкви Вот так полагаются На эту самую Волю Божию, На действие Духа Святаго, Когда Дает Волю Вот такого Случая, Да, Бросают Жеребий И узнают Эту самую Волю И, соответственно, Поступают Вместе с тем, Как сказал Господь. Но вот в моем опыте Интересно Несколько случаев, Когда мы так же Бросили жеребий, И люди все-таки Выбирали Путь не по жеребию. То есть легко Сказать, Бросить, А потом поступить. Ну, помолились, Бросили, Помолились, Бросили. Выпало То Решение, Которое было Противоположно Решению Самого человека. Ну, и человек Поступил, В общем-то, По собственной воле, Что не умаляет Божьи жеребия, Но и Мы помним О том, Что каждому из нас Дана свобода Абсолютная Поступить, Как ты хочешь. И это не значит, Что вот Теперь ты нарушил Все заповеди Божии, Пошел против воли Самого Бога. Нет. Но, может быть, Тот путь В этом жеребии Был более Тернистый, Но Более близкий К самому Богу. И ты к нему Быстрее пришел. Но это не значит, Что бы он Гораздо, Ну, наверное, Был бы легок. Но человек Выбирает Свой собственный путь. Может, этот путь Человеку кажется Более легким. А, возможно, Он тоже будет Более тернистым. Но все дорожки, Как известно, Ведут в Рим. Так или иначе, Как мы бы Жребия не бросали, Встреча с Богом У каждого из нас будет. Вот. Одна из Подготовительных Периодов к Великому посту, Это вот как раз Седмица о страшном суде. Вот была неделя о страшном суде. Мы сейчас живем В течение этой Седмицы. У нас первый день Воскресный задает Тон целый Седмица, То есть семи дня Следующим. И мы помним, Что встреча Будет, Что будет Это самый Последний Крайний суд Для всего человечества. Так или иначе, Все дорожки Приведут Ко Христу. И все мы Воскреснем, И все мы Будем рядом С нашим Господом. Ну, А там уже Видно будет, Что будет, То будет. Если ты с Богом, То будет все хорошо. Следующий, Пожалуйста. Но вместе с тем Для апостола Было важно Восстановить Это число Из двенадцати. И вот они, Как обещали Христу, Были все вместе. И вот давайте Поразмышляем. Вот из тех двенадцати, Которые были До сошествия Святого Духа, Мог бы Господь Сотворить Такую церковь, Которая Пойдет по миру И будет проповедовать. Вспомним, Что они делали. Христос, Христос Им все рассказал, Что ему надо будет Умереть, В третий день Воскреснуть, То, Что он сделал. Но после того, Как это случилось, Все ученики Заперлись дверьми И боялись, Что их Возьмут И тоже отведут На ту самую Голгофу. Мало того, Там есть эпизод Такой, Когда два ученика Идут в Имаус, И прежде чем Их встретил путник, Они рассуждают о том, Что их чаяния Четны, Что все как бы Бессмысленно. Они надеялись на то, Что вот этот будет Мессия, Этот человек Будет Мессия, Он спасет народ Израиля, А в результате Его распяли на кресте, И все на том Закончилось. И Христу, Которого они Вначале не узнали, Пришлось Объяснять Этим ученикам По дороге Писания, И он был Узнан Ими Только в Преломлении Хлеба. То есть, Вот таким Тоже действием Святаго Духа Они Его узнали. А своими Собственными Человеческими силами Они это Сделать Не могли. Вот Духа Святаго Официально Еще на учеников Не было послано, Но этот Дух Святой Уже Открывал Ученикам Глаза. А без Него Ничего Они Не могли Сделать. Он Их Собрал По своему Воскресенье. Он Даже Их Немножко Укорил Там То, Что они Жестокосердные Не поверили Тому, Что было Сказано. Но Можно Было Из этих Людей Сделать Такую Церковь, Которая Пошла По миру И проповедовала. Да Нет, Наверное. Вот Это Очень Важный Фактор. Для Чего Нам Нужна Церковь И Как Организация И Как Церковь Тела Христова. Вот Это Очень Важный Фактор. Потому Что Ну Можно Сколько Угодно Рассуждать О Том Что Я Могу. Но Где Я Могу Мое Закончится Мы Не Знаем. А Вот Если Все Таки В нашей Жизни Будет Не только Я Могу А Мы Можем Мы Можем В том Смысле Что Я Дух Святой Брат Мой Сестра Моя Это Гораздо Более Шансов Дает Всему Остальному Человеческому Ведь Недаром Наверное Вот Христос Говорит Где Двое Или Трое Собраны Во Имя Мое Там Я Посреди Них Почему Он Не Говорит О том Что Вот Ты Молись Нет Есть Эти Слова Запрись Молись Там Отче наш Нам Дана Молитва Да И Тогда Соответственно Он Сам Придет К нам И Будет Вечерять С нами Если Мы Откроем Ему Дверь Сердце Наше Вместе С тем Вот Такой Красный Красным Таким Пятном Как Напоминанием Каждому Из Нас Вот Эта Нить Идет Что Очень Важно Собираться Вместе Что Вот В этот Самый Момент Это Есть Момент Действия Духа Святаго На Каждого Из Нас То Что Произошло В Пятидесятницу Что Такое День Пятидесятницы Это Тоже Такой Паломнический Праздник Для Всех Иудеев В Этот День Вспоминали Дарование Закона На Горе Синай Этот День Еще Жатый Был То есть Собирали Вот Первые Плоды Урожая Поэтому Иерусалим Был Наполнен Паломниками Как На Пасху Все Собирались Вместе Родственники Близкие Родные Это Такой Был Праздник Семейный Вот Как И Пасха И Вот Семья Апостольская В виде Двенадцати Собралась Вместе Уже Там Среди Них Был Тот Кто Был Выбран По Жребию Апокрифы Говорят О том Что И Божья Матери Там Было Вместе Со Всеми Апостолами Еще Ученицы Христовы И В тот Самый Момент Когда Они Молились Пребывали Вместе На Каждого Из них Сошел Вот Этот Самый Дух Святой В виде Пламенных Языков Языков Так Называем Вот Почему Было Важно Чтобы Апостолы Это Видели Здесь Не очень Может быть Удачная Такая Иконочка Сошествие Духа Святаго Но Видно Что они Собраны Полукругом Обычно Часто Даже В круге Изображают Что Они Против Друга Сидят И Видят Как Не Видят Себя Самого Но Видят Соседа Как На Каждого Из них Этот Дух Святой Сходит Вот Воочию Видят Что Вот На Этого Сошел На Этого Сошел На Этого Сошел А Сам Себя Не Видит И Многие Предполагают Что Это Было Самим Богом Сделано Для Того Чтобы Сам Человек Который Сидит В Этому Кругу На Которого Дух Святой Сошел Не Возгордился Вот Важно Господь Понимает Какие Мы Он Дает Нам Лицезреть Что Вокруг Меня Не Только Я Особенный Да Я Не Уникум Вот Не Только На Меня Этот Дух Святой Нисходит Но И На Моих Братьев На Моих Сестер И Потом Мы Видим Что Кардинально Меняются Какие То Внутренние Установки Человеческие Вот После Этого Сошествия Пожалуйста Следующий Слайд Апостол Петр Уже Выходит И Начинает Проповедовать Собравшимся Вокруг Него Людям Ну Люди Были На Улице Понимаете Праздник Такой Большой Народа Очень Много Но То Что Он Не Мог Делать Раньше Там Во Дворе Первого Священника Он Уже Боялся Да Сил У него Не Было Признаться Что Он Ученик Здесь Он Делает Свободно Он Выходит И Говорит И Начинает Рассказывать Им Об Иисусе Но Самое Главное В Его Словах Есть Какая То Сила Потому Что В Евангелии И В Деяниях Святых Апостолов Сказано О том Что После Того Как Он Это Начал Делать Многие Обратились К Богу Да И Поверили Во Христа Таких Душ Был Около Трех Тысяч Нам Говорит Деяние Святых Апостолов И В этом Есть Какая Толика Того Как На самом Деле Хотелось Чтобы Мы С вами Выглядели Что Хочет От Нас Бог Как От Христиан Вот Недаром Потом Серафим Саровский Начинает Говорить О стяжании Духа Святаго О том Что Это Очень Важно Что Если Каждый Кто-то Из Нас Этот Дух Святой Стяжет То Тогда Тысячи Вогруг Него Покаются Может Даже Не От Проповеди Того Человека От Того Что Рядом С Этим Человеком Ты Будешь Се Чувствовать Иначе Когда Мы Приходим В свои Дома И От Нас Начинают Шарахаться Все Надо Об Этому Подумать Что Мы Можем Взять В Церкви Такое Страшное Да Что От Нас Все Шарахаются Значит Что Мы Неправильно Делаем В Этой Церкви Как То Мы Неправильно Понимаем Что Такое Церковь Это Очень Важный Момент Особенно Среди Неофитов То Новокрещенных Новопришедших Церковь Такое Часто Случается Такое Было И Со Мной Да Давно Давно Там Лет 25 Назад Когда Мой Друг Говорил Ты Был Как Зомби Такой Зомби Ходил Что-то Рассказывал И Пытался Что-то Кому-то Навязать Навязать Что-то Кому-то Вот А В общем-то Сердце Твое Было Такое Как Было И Это Сразу Чувствовалось Он Говорил А Сейчас Говорит Ну Вот Уже Как-то Получше С тобой Стало Ну Потому Что Ты Уже Меньше Рассказываешь И Что-то Там Наверное Внутри Тебя Происходит Это Правда Обратите Внимание Вот На себя На свой Внутренний Мир Какие Мы Выходим Из Храма Ведь Все Что Здесь Сделано Это Сделано Для того Чтобы Здесь Мы Что-то Приобретали Для Того Чтобы Сердце Наше Открывалось Вот Как В той Самой Горнице Где Собраны Эти Двенадцати Апостолов Вот Открывалось Этот Дух Святой Каким-то Образом Приходил К нам Для того Чтобы Вечерять То есть Трапезничать С нами В наших Таинствах В наших Молитвах Во всем Нашем Поведении И Отсюда Мы Должны Выйти Какими-нибудь Такими Немножко Теплыми Для того Чтобы Эту Теплоту Донести В тот Мир Который Этой Теплоты Не Имеет Этой Доброты Не Имеет Который Готов Воевать С друг С другом Убивать Друг Друга Ведь Отчасти В этом Есть Какая-то Штука Очень Страшная Для Человека Что Возникновение Вот Всех Этих Катаклизмов Всех Трагедий Она Связана С тем Что Мы Не Впускаем Наши Сердца Бога Что Мир Действительно Лежит Вот Мир После Грехопадения Он Лежит Во Зле Но Так Важно Все-таки Чтобы Появились Люди Которые Бонесли В этот Мир Светло Вот Какое-то Тепло И Доброту Вот Был Такой Замечательный Первомученик Один Из Первомучеников Второго Века Христианства Первомученик Понятно Это Архидиакон Стефан Епископ Игнатий Богоносец И он Очень Важные Слова Говорил О том Как Важно Христианам Собираться Вместе Потому Что Когда Они Собираются Вместе То В Сакральном Мире Он Не Говорил О том Что Это Времена Гонений Времена Несправедливости Вот Он Сам Один Из Тех Кто Пошел На Арену Рима Для Того Чтобы Погибнуть Разорванными Зверями Но Как Важно Христианам Месте Собираться Ради Того Чтобы Что То В Сакральном Мире Менялось И Именно В Этом Мире Который Мы Не Видим Не Чувствуем Не Осязаем Не Слышим Вот Там Если Будет Меняться Может Быть Что Будет Меняться И Здесь На Этой Земле Уже В Видимом Мире Но Это Очень Сложный Вопрос Но Очень Важный Христиане В это Очень Сильно Верили То Что Обстоятельства Жизни Вот Те Которые Двенадцать Находились В Этой Тайной Комнате Да И Потом Они Шли И Рассказывали Другим Людям Они Верили То Что Малое Число Может Вот Эта Малая Закваска Заквасить Весь Мир Изменить Весь Мир И В этом Мире Что-то Поменяется Мало Того Вот Эти Самые Люди Под Действием Этого Духа Святаго Мы Об Этому Утратили Какую-то Память Ведь Первая Церковь Она Была Совсем Немножко Иная Чем Сейчас Там Было Важно Следующий Слайд Важно Не только То Что Каждый Вот Этого Духа Святаго Получал Да Но и Важно Их Братство Важно Их Любовь Вот Представляете Ну Подумайте Помыслите Не очень Важно Когда Люди Начинают Рассуждать Не просто Представлять Что Какие-то Сказки Еще Что-то Но Момент Такой Когда Первые Три века Христианство Оно Гонимое То есть Все Те Кто Соглашался Быть Христианином Они Подвергались Гонениям И И Могли Быть Распыты Казнены Какой-то Иной Казни Посажены В темницу Ну И так Далее И вместе С тем В эти Общины Христиан Приходили Люди Видя Что-то Что В этом Мире Ну Так Мало Чего В этом Мире Так Мало Несмотря На то Что Было Трудно Больно И Тяжело И Опасно Вместе С тем В эти Общины Кто-то Приходил И Приходили Люди Непростые Не Просто Там Сумасшедшие Которым Нечего Клуб Самоубийств А Пойдем Ко Мы Христианам Займемся Помолимся А завтра Нас Казнят Был Такой Фильм Приключения Принца Флоризеля Там Был Клуб Самоубийц Нет Те люди Которые Искренне Верили В то Что Бог Рядом Жили В таком Ожидании Эсхатологии То есть Пришествие Господне Что он Со дня На день Придет И Кончится Как раз Не Свет А Кончится Тьма Наша Церковь И Наш Путь Церковный В этом Мире Ничем Не Отличается От Тех Христиан Можно Сказать А как же Нам Дух Святой Недарован Но мы Этого Не знаем Мы Этого Просто Может Не Чувствуем Мы Призваны Быть Такими Как Как Они Как У Нас Самое Главное Есть Силы Которые Дают Возможность Быть Такими Как Они Может Быть В это Перестали Верить По Настоящему Это Трагедия Всего Человечества Они Их Было Мало Они Верили Что Они Могут Изменить Все Собирались Вот Так Вместе Как На Этом Слайде Общались Как Помогали Друг Другу И Шли И Рассказывали Вы Даже Вдумайтесь Вот Само Понимание Евангелия Радостная Весть Как Много Присоединялось К Этой Церкви Учеников Потому Что Ну Нет Надежды На То Что Все Станет Иначе Изменится Обстоятельства Войны Прекратятся Но Это Невозможно В мире После Грехопадения Посмотрите На Историю Человечества Человечество Воюет Каждый Год Каждую Секунду Своей Жизни Человечество Ворует Каждый Год Каждую Секунду Своей Жизни Человечество И так Далее Можно Продолжать Продолжать И Продолжать Ведь Это Правда Это Правда Как бы Мы не Хотели Взять Что-то Раз Станет Иначе Нет Будет Иначе Когда Будет Второе Пришествие Христа О котором Я начал Говорить В начале Этой Самой Лекции Но До Пришествия Здесь Надо Жить Здесь Надо Быть И Здесь Надо Быть Человеком И Вот Что Предлагало Христианство Этому Миру И Предлагает Сегодня Что Предлагает Христос Этому Миру Что Несмотря На Весь Этот Мир Какой Он Ни Был Человеком Здесь Можно Остаться Я Вот Нашел Интересную Но я Об этом Уже Говорил И Напомню Переписку Луки Воина Ясенецкого Нашего Святого Врача Которого Отправили В то Время 25 Год В Одно Из Ссылок Вот И Он Написал Поздравительное Письмо Нашему Физиологу Павлову По По поводу Его 75 Летия Ну и Соответственно Павлов Ему Ответил На Это Письмо Спасибо Дорогой Друг Товарищ Вот Что Вы Меня Поздравили Нам Остается С вами Жить В этом Мире Вот И Понятно Что В этом Мире Очень Сложно Жить Тем Кто Чувствует И Мыслит По Человечески Но Вместе С тем Всех Те мыслит И Чувствует По Человечески Должны Выполнять Свой Долг До Конца Очень Важная Мне кажется Фраза Где Где бы Мы Ни Были Если Мы Христиане Если Мы Действительно Церковь Бога Живаго Мы Должны Оставаться Вместе И Исполнять Тот Долг Который Исполняем Врачебный Долг Учительский Долг Не знаю Долг Дворника Простите Меня До Конца И По Человечески И Церковь Именно Об этом Потому Что Вот Эти Люди Которые Шли И Говорили О Христе Они Говорили О том Что Он Здесь Посреди Нас И Каждый Кто Захочет Может Прикоснуться К Нему Через Этот Самый Дух Приглашая Дух Святой Свою Собственную Жизнь Следую Пожалуйста Можешь Следующий Слайд И Соответственно Как только Они Стали Об этом Говорить Начинаются Гонения Вот Гонения На Петра Иоанна Я Не буду Перечислять Вы Можете Об этом Прочитать Деяния Святых Апостолов Следующий Слайд Вот И Все Было Бы Хорошо Мы С вами Здесь Рассуждаем О том Как Эти Первые Самые Христиане Шли В мир Ну И У Тех Самых Первых Христиан Изначально В той Общине Про Которую Говорит Деяние Святых Апостолов Деяние Святых Апостолов Говорит О том Что В общине Первых Христиан Все Жили Одной Душой Одним Телом Мало Того Отдавали Все Своё Имущество То То есть Продавали Дома Складывали Деньги К ногам Апостолов Появляются проблемы Церковь В переводе Это Можно Перевести Как Собрание Верующих Не только Как здание Клистия Греческое Собрание Верующих Но верующие Откуда Берутся Очень важная Тоже Проблема Они Что С неба Падают Что Задумайтесь Об Это Или Церковь Любая Церковь Есть Продолжение Мира За стенами Этой Церкви Конечно Это Срез Общества Сюда Приходят Все Те же Самые Люди Которые Живут И там Приходят С этими Проблемами Сюда Живут В этой Церкви Годами Не понимая Кто Такой Христос Ища Тепла Ища Какую То Дружбу Не Умея Дружить Не Умея Давать Тепло И Так Церковь Можно Прожить Годы И Потом Плюнуть И уйти Потому что Не Нашел Того Чего Ищешь А Ты Пытался Этого Искать Или Или Ты Пытался Забрать Себе Что То Много Вопросов Может Возникнуть Среди Таких Людей Как Ты Если Твой Путь Изначально Может Быть Не К Богу А К Теплу Но Нам Это Надо Важно Понятно И Кризисы Церковные Случаются И Люди Уходят И Возвращаются Это Все Тоже О Тоже Тоже Что Мы Живые Люди Со Своими Детскими Проблемами Вот Как Этот Эти Два Человека Анания И Сафир Казалось Б Для Чего Эта История Очень Жесткая История Да Два Человека Вот Не Все Отдали Но Сказали Что Все Отдали И Пришли В Эту Церковь И Вот Каким То Образом Так Случилось Что Согрешили Против Духа Святаго И Умерли На Месте Потому Что Не Сказали Все Правду От Чего Так Не Знаю Так Ли Это Было В Действительности Один К Одному Но Это Как Так Такой Рассказ Для Каждого Из Нас Что Можно Не Все Отдавать Но В этом Искренне Признаваться Что Для Бога Важна Вот Это Какая Это Искренность Человеческая Ну Я Не Все Отдам Я Боюсь Что Мало Что Что Вашей Общиной Что То Случ 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 Придут Воины Общину Разгонят Вас Заберут А мне Жить На Что То Надо Будет Я Себе Вот Приберегу Там Скажем Сто Тысяч Рублей Не Все Отдам Вот Там Все Все Отдали Они Там Без Всего Останутся А я Вот Как-то Потом Спокойненько Проживу Отдельно Там Все Так У меня Будет Какие-то Какие-то Сбережения Может С этими Людьми Поделюсь Ну Там Посмотрим Но Для Бога Очень Важен Момент Такой Как Вот Этой Искренности Да На Что Я Готов Пойти И Как Я Готов Довериться Вот Есть Вот Это Зерно Доверия Ведь Не требует От нас Всего Того Чтобы Мы Там Продали Все Начали Жить Там Рядом Как Василий Блаженный С Кремлем Без Всего Разделись Догола Нас Просто Психушку Определят На том Наш Подвиг Святоотеческий Закончится И Мало Кто О нас Вспомнит От Нас Это Он Совершенно Не Требует Но Как Часто Бывает В наших Вот Церквях Когда В общем Мы не умеем Открываться Друг Друг И Не Только Там Близкие Люди Там Люди Наоборот Дальние Люди Люди Годами Живут Церковь И не Знают Друг О Друге Ничего Но И Церковь Как Собрание Верующих Она Для Того Что Мы Ближе Стали К Друг Другу Здесь Находящиеся И Потом Вот Эту Близость И Возможность Этой Близости Открыли Другим Людям Чтоб Другие Люди Увидели Что Такая Близость Возможна И Пришли К Нам Учиться Этой Близости И Поэтому Многие Из Тех Действительно Кого Привлекала Церковь Тогда В первые Три Века Сюда И Приходили В эти Общины Потому что Видели Что Вот Эти Люди Там Десять Двенадцать Общины Древние Были Совершенно Небольшими Церкви Древние Были Небольшими По Двадцать По Тридцать Человек Тридцать Человек Уже Община Огромного Города Часто Начиналась Эта Церковь Синагоги Приходили Апостолы Куда Первым делом И начинали Рассказывать О Христе Начиналась Небольшая Община Там Два Три Человека Потом Присоединялись Люди Из Язычников Пять Шесть Человек Потом Еще Кто И В первые Века Это Были Небольшие Маленькие Общины Которые Исповедовались Друг Перед Другом Не Было Частной Исповеди Потому что Эта Близость Была Очень Ну Как Б Тесной Представляете Попробовать Сказать Свой Грех Вот Вам Всем Взять Перед Каждым Вам Признаться О том В чем Я согрешил Вряд ли Потом Кто-то Там Ко мне Придет Там На Исповедь Еще Куда Скажет Совсем С ума Сошел Ведь Это Правда Это Такая Очень Штука Важная То То есть Это Я Вам Накидываю Эти Моменты Чтобы Вы Задумывались Можно Долго Рассуждать Как Должна Выглядеть Церковь Чему Она Должна Учить В Этом Мире Но Если Не Будет Это Внутри Самой Церкви Чему Она Может Мир Научить О Чем Может Этому Миру Рассказать Следующий Пожалуйста Вот Еще Одна Проблема Которая Говорит О том Что Церковь Божия Она Все Так Состоит Из Людей Как Появились Декана Вот Я Совсем Недавно Был Диаконом И В душе Также Диаконом Остаюсь Что Уж Поделаешь Так Не Изгонишь Этого Вот В первой То И общение О которой Сказано В деяниях Святых Апостолов Что Они Пребывали В учении Апостолов В общении Преломлении Хлеба И в молитвах Был же Страх На всякие Души И много Чудес И знамени Совершалось Через Апостолов Иерусалим Все же Верующие Были вместе И имели Все общее И продавали Имение Всякую Собственность Ну и так Далее И каждый день Единодушно Пребывали В храме И преломляли По домам Хлеб Принимали Пищу Веселье И простоте Сердца Хваля Бога И находясь В любви У всего народа Господь же Ежедневно Прилагал Спасаемых Церкви Вдруг У нас Рассказ О дьяконах Как они Появились Вот Идеальная Картинка Церкви Состоящая Из людей Прочитанная Мною И на самом деле Так многие Особенно Неверующие Относятся К тому Как должна Быть церковь Вот она Должна Быть Именно Такая А здесь Вот только Христос Был с ними Вознесся Преломлял С ними Хлеб Они об этом Знали Многие К этому Прикасались И вдруг В этой В этой Общении Есть люди Которым Хлеба Не хватало Ну как Так Братцы мои Одни Едят Другие Не едят Но это же Это же даже Уму непостижимо То есть Вот там Где все Как бы Дух Святой Дышит Подумайте Об этом Дух Святой Дышит Друг Есть Перед тобой Ты сидишь Слюну Глотаешь А вот Вдовы Из рассеяния То есть Это Женщины Потерявшие Мужей Ввернувшиеся В Иерусалим Да У которых Часто Не было Никакого Содержания Вот Они вдруг Оказывались В таком Печальном Состоянии Что тут Один бегает Молится Вокруг тебя А у тебя Хлеба Куска нет А у того Кто молится Там целый Короб Из хлебов Как такое Может быть А на тебя Внимание Не обращает И сам Перед тобой Кушает Да потому Что люди Остаются Людьми И потому Что мы Не живем В идеальном Мире Вот Надо Сразу Отбросить Представление О церкви Как идеальной Организации Ни одну Церковь В этом Мире Вы не Найдете Идеальной И везде Будут Проблемы Это Еще Из опыта Моего Общения Со Многими Людьми Которые Ищут Что-то Вот У меня Замечательный Есть Друг Он Стал Психологом В результате Я Я Помню Уже Знаю И помню 25 лет Он Перебрал Все Общины Начиная От Ну Вначале Он был Православный Христианин Он Даже Хотел Стать Монахом Священником Потом Ушел Потому Что Там Он В Сибири Жил Все Не так Как Надо Как Поет Вот Замечательный Наш Владимир Семенович Высоцкий И Дьяки Не такие Все Не такое И Священники Не такие Он Ушел Вначале К католикам Там Оказалось Не так Как надо Потом К протестантам И там Оказалось Вообще Все Плохо К аудеям Сходил Ну Вообще Там Он Каждый раз Приезжал Раз Полгода Ко мне Оттуда Приезжал Я спрашивал Ты сейчас Кто Он Говорил Я вот Туда Как там Классно К старообрядцам Сходил Как там Классно Вот Не помню Был ли он Буддистом Но по-моему Был Там У них Хакасия Сильно Развита И В результате Стал Психологом Теперь Как-то Нейтральную Позицию Держит Там Не знаю Ну Сейчас Стал Перепащивать Опять-таки Выражения Святых Православных Не знаю Сейчас Я его Не трогаю Слава Богу Что у него Все получается На психологическом Поприще На том Как бы Спасибо Ну потому что Если искать идеал Идеал Нигде не найдете Вот И об этом Говорит Вот эти Самые Диаконы Что Появляется Эта Самая Иерархия Будь она Не ладна Для многих Но она Появляется Ради того Чтобы Хотя бы Как-то Справедливость В данной Общине Торжествовала Справедливость Понятие По большому Счету Не Райское Не Евангельское Да Если с нами По справедливости Поступать То мы В общем-то Царство Божие Не наследуем Больше Евангельское Понятие Милосердие Господь К каждому Из нас Будет Относиться Милосердно Но С милосердием Были проблемы Поэтому Появляются Вот эти Самые Диаконы Которые Должны Были Заниматься Столами И Распределять То есть Социальные Деятельности Первое Диаконское Служение Это Социальная Деятельность Церкви То есть Они посещали Всех больных Хромых Убогих Которые Не присутствовали В общине По тем Или иным Причинам Они Распределяли Вот эти Самые Продукты Для тех Кто не мог Эти продукты Как-то Приобрести Они Соответственно Занимались Сей социальной Деятельностью Церкви И поддерживали Немощных Ну Которые Не могут В общем-то Как-то Себя Содержать И это Говорит О том Что Ну вот Церковь Она такая Она состоит Не только Из Тех Кто Действительно Блистает Духом Святым И рассказывает Всем О этом Духе Окружающим Но Из тех Кто Ошибается Ошибается Очень Так сильно Что приходится Избирать Тех Кто будет Твои ошибки Исправлять Но Бог Бог не Отказывается Ни от Тех Которые Прекрасно Говорящие Ни от Тех Которые Вот так Прекрасно Все Могут Испортить А почему Ну Вспомните Что Он На кресте Сказал О тех Кто Его Распинали Не Ведают Что Творят Вот Это Тоже Надо Понимать Не Ведают Что Творят Для нас Есть Понятие Справедливости Честности Всего Остального Мы К этому Стремимся А сколько У нас Мучеников Новомучеников Пострадавших Из своих Братьев Иоанн Златоуст Яркий Пример Да Иоанн Шанхайский Да Вот Вы Почитайте Такой Наш С вами Практически Ну Годы Жизни Его Он В 66 Году Он Умирает Вот И Последние Годы Несколько Лет Занимается Тем Что Пытается Оправдаться В том Что Он Не Ворует Средства Из Казны Собственного Храма Пишут На него В общем То Вот Эти Сякие Кляузы Его Собственные Близкие Люди Бывшие Друзья Там Священнослужители Которые Просто Завидуют Ему Где-то И Хотят Немножко Вот Каким-то Образом Так Насолить Вот Пожалуйста Люди Остаются Людьми Следующий И И Также У нас Вот Прекрасный Пример Того Как Может Человек Исповедовать Свою Веру Даже До Смерти Это Конечно Архидиакон Стефан Но Еще Пример Того Что Для Бога Очень Важны Люди Неравнодушны Это Апостол Павел Он же Савва Вот Когда Это Происходит Этот Самый Савва Стоит При Стережет В общем Одежду Тех Кто Побивает Камнями Этого Самого Стефана Но Почему Делает Это Этот Савва Он Ведь Искренне Верит В то Что Искореняет Ересь Вот На тот Данный Момент Человек Искренне Ошибается Но Богу Это Очень Важно Понимаете Потому Что Это Он Может Изменить Следующий Пожалуйста Что И Делает И Следующий На Дороге В Дамаск Случается Вот Эта Встреча Вот Эта Вспышка Света Когда Савва Едет Для Того Чтобы Дальше Гнать Христиан И Он Совершенно Меняется Он Понимает Что Он Ошибается Вот Самое Страшное В христианстве В нашей Самой Церкви Которая Есть На Этой Земле Это Равнодушие Ко всему Тому Что Происходит Вокруг Нас Вот Равнодушным Нельзя Быть Никогда Тот же Самый Апостол Павел Говорит Об Этому Что Это Теплохладность Такая То То Е Ты Христианин Ни В коем Случа Не Должен Быть Теплохладным Вот Кем Угодно Может Быть Горячим Холодным Но Не Теплохладным Вот Бог Он Не Может Работать Когда Человеку Все Равно Дух Святой Не Может Входить Наши Сердца Когда Человеку Все Равно Но Если Человек Хоть Немножко Неравнодушный Все Может Быть И Савл Становится Павлом Следующий Пожалуйста Славь И Об Апостоле Павле Мы Потом Немножко Еще Поговорим Но Вернемся Вот Был Слайд С Апостолом Филиппом Но Мы Возвращаться Не Будем К нему Который Крестит Того Самого Евнуха Вот Я Вас Просил Почитать Деяния Святых Апостолов Кто Не Читал Почитайте Еще Раз То Апостолы Начинают Уходить Из Иерусалима Для Того Чтобы Рассказывать О том Что В этом Иерусалиме Происходило Другим Чтобы Люди Присоединялись К церкви Как К телу Христов Вы знаете Вот Я Хотел бы Сказать Что для Церкви Важны Такие Понятия Есть Церковь Как Организация В церкви Как Организация Есть Иерархия Иерархия Она Существует Ну От того Что В этом Мире Все Не Так Просто Вот Как Декана Появляются Все Нужны Люди Которые Будут Так Или Иначе Следить За Всеми Процессами В этой Церкви Есть Церковь Как Тело Христово Как Наше С вами Вот Собрание Такое Таинственное Мы Даже Не Чувствуем Вот В этом Есть Огромная Тайна Потому Что Церковь Как Тело Христово Включает Себя Не Только Живущих Здесь На Земле Но И Тех Кто Уже Ушел От Нас Но Еще И Ангелов И Весь Вот Тот Незримый Нам Мир Вот Скажем Храм Как Сосредоточение Этого Знания Перед Нами Мы Видим Патриархи Митрополиты На этих Фресках Это Для Того Чтобы Мы Вот Когда Вместе Собираемся Молиться Помнили О том Что Вместе С нами Молятся И Они Что Единственная Наша Проблема В этом В этом Мир То Что Мы Не Можем К Ним Прикоснуться Что Возможно Христос Сидит Вот На Этом Стуле Но Мы Его Не Видим Но Он Же Говорит Где Двое Или Трое Собраны Во Мое Там Я Посреди Них Значит Он Здесь Посреди Нас На Этом Стуле А Мы Прикоснуться К Нему Не Можем Но Это Не Значит Что Этого Не Существует Так И Апостолы Когда Они Идут И Говорят Людям О том Что Друзья Во первых Смерти Нет И Что Вы Становитесь Церковью Не Только Здесь На Земле Но Церковью Во всем Мироздании Представляете Если бы Вот У меня Нет Надежды Я Потерял Своих Близких Родных Ничего У меня Не Осталось Вдруг Ко Мне Приходит Человек И Говорит Саша Да У тебя Все Будет Ты С Ними Встретишься А Я Спрошу Почему Как Это Может Быть Да Вот Я Вот Был Сейчас С Моим Учителем Он Вошел В тот Мир Вернулся Пожал Мне руку И Сказал Иди Расскажи Об Это Куда Я Был Отдал Для Того Чтобы Быть С Такими Людьми Которые От Меня Ничего Не Требуют Но Предлагают А Предлагают Лишь Добро И Проповедь Христианства Постепенно Таким Образом Распространяется И на Тех Кто Не Был Близок Еврейскому Народу Ведь когда Христос ходил вместе с учениками, вы вспомните такой очень важный момент, что Он ходил среди Своих. Но мы знаем о Самарианах, о том, что Он где-то все-таки уходил из общин еврейских, но все же это были те, кто знают традицию израильского народа. А вот здесь было Петру явление такого плата, на котором были собраны некошерные животные. И Господь ему сказал, заколи и ешь, как знамение того, что пора идти к тем людям, которые вообще не знают о Христе ничего, но они также нуждаются в этой радостной вести. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, соответственно, вот первое из язычников, это Петр проповедует Корнилию Сотнику, и он присоединяется к церкви. Это как знак того, что не надо думать о том, что где-то там люди не мечтают о добре, о теплоте. Люди, может быть, нам непонятные, люди, может быть, не той веры, не той национальности, но все люди мечтают о том, чтобы быть людьми, по-настоящему любить, быть друг с другом, не ссориться. Ведь это искренне мечта каждого в детстве. А потом почему-то мир нам диктует свои собственные правила, и мы на эти правила соглашаемся. Посмотрите на детей, почему их Христос ставит так посреди, говорит, будьте как дети. Детям все равно кто-то там. И какой национальность. Важно быть вместе, дружить, играть, бегать. И мы так интересны быть вместе. И не важно, сколько у тебя денег часто. Важно, ты друг или не друг. И как часто это все заканчивается в нашем взрослом возрасте. И поэтому Христос говорит об этом апостолам своим, иди, и не печатай нечистым то, что я очистил. И апостолы идут, и учеников из других народов оказывается не меньше. Все об этом мечтают. Следующий слайд. И, конечно же, огромную роль в развитии церкви сказали, ну вот, их действия оказали огромную такую силу на это развитие. Это апостол Павел, тот самый, который эту церковь гнал. Он об этом и говорит в Писании, в Деяниях. Я один из гонителей церкви. Ну, они прошли следующий слайд. Вот. Если посмотреть на проповедь апостолов 12, вот, посмотрите. Вот эти все кружочки, это Римская империя. А Римская империя, она оказала огромную услугу распространению Евангелия по этой самой территории. Потому что Рим, несмотря на то, что многие территории были им завоеваны, и многие считали, что будет хорошо, если Рим будет свергнут, он дал возможность спокойно передвигаться по этим дорогам. Он дал возможность спокойно проповедовать по этим дорогам. Даже тот апостол Павел часто пользовался своим римским гражданством. Если вы будете читать Деяния, и затем его послание апостола Павла, там будут моменты, когда он специально не говорит тем, кто его пытается взять, посадить в темницу, что он римский гражданин, а на следующий день говорит, а вы знаете, кого взяли? А вот я римский гражданин. И, соответственно, уже там тем людям делать нечего, потому что это так было противозаконно. И, в общем, они сделали плохое дело, и им уже приходилось выкручиваться. Тем самым, такой мудростью, хитростью, этот самый апостол Павел часто пользовался. Простите, все-таки остатки болезни немножко сказываются. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот, соответственно, карта миссионерской деятельности апостола Павла. Вот так он изъездил эту самую римскую империю. А, да, можно, да, попить. Спасибо большое. Отлично. Вот. Но, опять вам напоминаю, что первые три века христианство гонимо. И эти самые маленькие общины, они вот привлекали всех. Часто вот эти богослужения, эти собрания происходили в катакомбах, на кладбищах. Почему? Потому что эти катакомбы, и обычно это были кладбища, на этих территориях можно было проповедовать, говорить, собираться, не боясь гонений того, что тебя возьмут и арестуют. Потому что территория кладбища, катакомб была нейтральной, и там могли собираться кто угодно и приходить кто угодно туда. И поэтому христиане использовали возможность таких тихих островков, ну, действительно тихих, для того, чтобы хотя бы вместе собраться там, ну, один раз в неделю. Хотя первая церковь, вот, был такой момент интересный в эсхатологическом ожидании, что такое эсхатология, ожидание пришествия Христа. Я вам уже об этом говорил. Каждый день они ждали, что Христос придет, и тьма эта закончится. Вот. И все их грехи будут попалены, и они будут спасены, и поэтому огромное количество мучеников первых веков. Они в это свято верили, такая детская-детская вера. Нам этого, может быть, сейчас очень-очень не хватает. И, соответственно, вот, и, соответственно, в какой-то момент они поняли, что, в общем, надо как-то и зарабатывать себе на жизнь. То есть каждый день творить литургию, там, да, собираться вместе, преломлять хлеб, здорово, молиться 24 часа в сутки тоже хорошо. Но на самом деле надо и что-то зарабатывать на жизнь. И поэтому вот было принято решение, что вот как бы для всех нас очень важно собираться вместе раз в неделю, в день солнца, воскресенье. И приветствовать друг друга, там, как-то делиться собственными проблемами, радостями. Ну, вот, немножко стало похоже на такой вот распорядок жизни древних иудеев. В общем, шесть дней ты работаешь, вот в субботний день ты, соответственно, должен посвятить этот день Богу. В принципе, ничего не изменилось до сего дня, вот, и это было бы, наверное, идеальным таким собранием всех нас в церквах христианских. Ну, тут, понятно, тоже сказывается на то, что не все мы жители небольшого городка, и чтобы доехать там в Москве с одного края на другой, то, в общем-то, тут не собрание получится, а усталый день. Вот, поэтому, конечно, немножко жизнь и скорость жизни отличается от тех самых времен. Следующий, пожалуйста. Ну, вот, я об этом уже вам говорил, это замечательная такая картина Василия Васина о том, что первые христиане гонимы. Следующий слайд. В 313 году издается Миланский эдикт Константином Великим, что внес Миланский эдикт в жизнь церкви. Вот эти самые малые общины, они стали дозволенными. То есть, огромное количество общин, они вышли из катакомб, вышли из тайны, где они собирались, и стали нормальными церквями, доступными для всех. Но вместе с тем, в эти церкви, в малые, вошло огромное количество язычников, которые слабо разбирались в христианстве. Вот, может быть, сейчас эта проблема до сих пор и существует, потому что вот три века христианства – это все-таки религия, религия, которая подразумевала хорошую образованность тех людей, входящих в эти общины. Книг было мало, книги часто отбирались, учили все наизусть. Катехизация длилась 2-3 года для того, чтобы человек… Ну, вот есть период такой психологический, что есть очарование церковью, есть разочарование церковью, идеализация, то есть потом ты все продаешь какой-то критике. Вот если ты после этой критики остаешься в церковью, вот это и есть твой завет с Богом. В этом говорит еще такой замечательный писатель, как Жан Ванье. И вот три года ты присутствуешь вот среди верующих, у тебя есть свой катехизатор, который является твоим крестным или крестным, неважно. Он показывает тебе жизнь церкви. Ты смотришь на этих братьев, на этих сестер, как они живут изо дня в день, как они ошибаются, как они не могут быть достойными, может быть, христианами. Вот, но ты, может, видишь в том, что Дух Святой все-таки восполняет все это недостоинство. Ну, каждому свое, да, тут как бы, как кому повезет. И через три года тебя спрашивают, будешь христианином, крестить тебя или не крестить? Опять же, это только дозволено взрослому, да, то есть никогда не крестили младенцев первые три века христианства. И ты соглашаешься, несмотря ни на что, что я вижу здесь в вашей церкви, я готов быть с вами до конца моих дней, потому что я верю во Христа и то, что Он восполняет всю нашу немощную природу. И поэтому, конечно же, вот я вам говорил, не было частной исповеди, была очень большая открытость между друг другом. Ну, все боялись эту открытость потерять. Ну, в условиях гонений, когда ты можешь жизнь потерять, ну, что тебе от другого закрываться? Тебе важно все-таки быть близким с теми людьми, которые разделяют с тобой кусок хлеба. Вот после 313 года, когда христианство начинает становиться уже религией доступной и государственной религии, Византийской империи, Римской империи, вот это исчезает. Потому что многие приходящие люди, во-первых, уже слабо разбираются, кто такой Христос, потому что они... Им было легко быть язычниками. Я дал, ты дал. Я дал, я свечку поставил, ты мне дал. Я там жертву принес, ты мне дал. Это мне понятно. Вот во всяких хитросплетениях открытости, там, теплоты, любви, ну, любви, там, понятно, что если ты, там, всю жизнь прожил в каких-то трущобах, о какой любви можно говорить. Ему это непонятно. Ему понятно то, что, как бы, вот, ну, все же не только другим благодеянием должно выделяться от Бога, но и тебе тоже. Если это не происходит, то, соответственно, какой-то Бог такой равнодушный к тебе самому. В принципе, ничем не отличается от нашей современной жизни, вот, потому что если поискать в наших сердцах это, то вы найдете. Как часто мы благодарим Бога за то, что у нас есть, за то, чего у нас нет, и как часто мы просим Бога, чтобы у нас что-то было. Как мы к нему относимся, как к другу, который пусть есть, несмотря на то, что у нас ничего нет. Или все-таки этот друг очень важный, потому что у него кое-что есть, чего у нас нет, и мы на это надеемся. Такая вот ерунда, я сказал. Ну, подумайте. Тоже важна работа мысли. Готов ли я с ним дружить просто потому, что он у меня есть. Не, понятно, что он дает воскресенье, все остальное. А вот в жизни у меня ничего не будет. Вот такой Бог меня устраивает или нет? Проблемы уже возникают. Вот, все же хочется по-человечески как-то жить здесь, на этой земле. Я отлично сам это понимаю, да. Когда там подписываешь очередную бумажку, готов там жить, там не тужить, когда у меня денег не будет, все остальное. Но я могу себе это объяснить, а детям, как я это объясню, уже сложности возникают. Ну и так далее. И эти общины начинают исчезать. Появляется частная исповедь, чтобы мало ли ты что-нибудь не брякнул, и на тебя кто-то не донес. То есть, этой общины уже из огромной. Появляется монашество, как ответ на то, что происходит с этими общинами. Вот, это ответ на то, что исчезает это доверие. Люди начинают уходить из городов в пустыне ради того, чтобы восстановить эти маленькие общинки и жить в них так, как жили первые три века. Вот, появляется влияние государства на эти церкви. Вот, скажем, часть нашего облачения, это перешедшие там из облачения чиновников в церковь вещи, или там перешедшие с воином вещи, ну и так далее. Но, когда мы будем говорить о богослужении, я об этом немножко расскажу. Появляются чины и разряды в церкви, ну и много-много чего другого. Вы это сами видите. Очень советую вам почитать историю, написанную Антоном Карташовым русской церкви, очерки из истории русской церкви, и его же Вселенский собор, и он там прекрасно об этом пишет. Я вам пересказывать это все не буду. Вот, появляется ответ на вопросы, кто такой Бог, следующий слайд, пожалуйста, вот Вселенских соборов, потому что входит мысль греческая в саму церковь, которая такая неспокойная. Начинают спрашивать, кого распяли на кресте, Бога или человека, человека или Бога, чего было больше в этот момент, божественного или человеческого. Возникают огромные течения, которые вводят из христианства, как орианство, ну и так далее. Церкви начинают дробиться, в конце концов. Появляются многие церкви, которые, в общем-то, до сих пор живы, такие, как дохалкидонские церкви, там, скажем, это церковь армяне, армянская, там, копская, у них нет литургического общения с основными ветвями христианских церквей, хотя они сами христиане. Появляется раскол огромный, там, 1054 года, единой церкви, значит, восточные христиане, западные христиане. В этих церквях тоже свои расколы, появляются протестанты, старообрядцы, люди остаются людьми. Вот о чем он-то говорит. Дух Святой хочет, чтобы мы были все вместе, но люди остаются людьми. Как это будет дальше, неизвестно. Следующий, боже, слайд. И христианство уже приходит на Русь в 988 году, вот, представляете, где-то уже тысячелетие было христианство, а на Руси только вот первое тысячелетие. Вот, минуло этой христианской жизни. И следующий слайд. И мы знаем, что наши первые святые, это Борис и Глеб. Это такой прорыв тогдашней Руси. Я очень надеюсь на прорыв Руси и современной, что такое как-то произойдет, неизвестно как. Но вот тогда случилось именно в момент воин между собой, князьей, братьев, близких, родных, по крови. Вот два брата все-таки не подняли на третьего брата свои мечи и погибли за это. И для Руси в тот момент это был какой-то прорыв в вечность. Вот, может быть, ну не знаю, вот такое какое-то важное понятие, что вот здесь действительно не все так просто, что научиться бы на этой земле вместе дружить, друг на друга, не поднимать эти самые мечи. Вот они стали первыми святыми, Борис и Глеб. Я их очень люблю и почитаю. Но еще из-за того, что один из них был убит недалеко от моего родного Смоленска, то есть Смоленске на реке Смедынь. Вот, там стоит прекрасная церковь, тоже недалеко, мне очень нравится. Вот, Смоленск в то время был таким городом перевалочным, и Глеб возвращался в Киев, и там на этом перевале, в общем, он был и убит. Вот, на Смедыне сейчас стоит небольшая церковь в память этого события. Ну вот, факт остается фактом, что первые русские святые, это были не преподобные, не блаженные, а вот мученики, пострадавшие от брата. И, в общем-то, церковь Божия, на самом деле, как ориентиры для каждого из нас, я уже вам об этом говорил, это не только церковь земная, но церковь и небесная. Вот, все цветы, которые на этой земле просияли, нам даны для того, чтобы мы могли на них ориентироваться. Они жили в таких же условиях, как мы с вами. Многие из них ушли из жизни совсем недавно. Тот же самый луковый воин Исиневский совсем недавно, Иоанн Шанхайский в 66-м году. Многие-многие, многие еще не прославлены, святые, жившие в наше время, и даже, может быть, в то время, когда мы уже родились. Просто церковь никогда не канонизирует святых сразу, должно пройти время какое-то для канонизации. Но все это нам, я вам напоминаю, дано, чтобы нам было проще и легче идти ко Христу в тех условиях жизни, в которых проживает наше с вами общество. Оставаться людьми по-настоящему, реагировать на близких, родных по-человечески. И в помощь нам Христос. Вот о чем христианство. Пускай никто не ориентируется, пускай мир с ума сошел, но кто-то должен остаться, кто может сказать, что можно все-таки жить по доброте, можно жить по-человечески, можно жить по любви. Вот об этом церковь. С ее минусами, плюсами, с недоговоренностями и со всем остальным, что есть. Она состоит из людей немощных, таких, какие они есть. Давайте об этом помнить. Спасибо большое, что вы выслушали. Действительно, мне сегодня было непросто все это рассказать. Говорю с таким усилием, с большим. Мозги не работают совершенно. Какой-то такой вирус я схватил хороший. Но, слава Богу, что он заканчивается как-то. Вот, силы прибавляются изо дня в день. И спасибо, что вы были сегодня здесь на этой лекции. Надеюсь, что-то ценное было сказано. Да, есть какие-то вопросы? Да, да, да. Да, конечно. А, жребием и гаданием. Да, вопрос такой. Ну, знаете, я же гаданием не занимался. У него проблемы. Жребие-то я понимаю. Но, по сути дела, гадание, не знаю. Мне сложно сказать про гадание. Я только помню, что на кофейной гуще можно погадать. Увидеть там что-то. Вот. Не практиковал. Но жребие всегда использовался в трудных ситуациях. Вот эта разница. То есть, когда было два достойных выбора, всегда, абсолютно, не было, было понятно. И нельзя было, ну, взять, вот как патриархов избирали. Хороший этот, хороший этот. Кто-то, соответственно, если выберут большинством кого-то, ну, с перевесом в один голос, скажем. Ну, какая-то такая червоточина останется у человека, что все-таки. И всегда, ладно, не будем там рисковать, что ты будешь помнить, что у тебя там половина твоих недругов. Пусть Бог решит за вас двоих. Мы признаем, что, ну, двух патриархов не может быть. Пусть кто-то из вас будет. Молились и бросали. Вот. Может быть, в этом какая-то соль земли, когда молились всегда перед тем, как бросать тот умим и тумим был. Два вот. Жребий такой. Ты молишься, бросаешь и принимаешь это, соответственно, как правду последней инстанции. Поступаешь так, как есть. В гаданиях все-таки, вот, даже в самом названии, мне кажется, есть такая червоточина, что, а может быть так, ну, вот, может быть там. Вот я погадаю. Что значит погадать? Ну, я не знаю. Угадать, погадать, не знаю. Я вот помню, как там, не знаю. Мне кажется, что это совершенно разные вещи. То есть, принять волю Божию и поступать вот так, несмотря ни на что, ну, это надо иметь силы. Потом человек может от этого отказаться. Абсолютно. То есть, есть какая-то свобода выбора. Ты бросил жребий, можешь отказаться, пожалуйста. Это никогда не домоклов меч. То есть, мне кажется, что во всяких этих гаданиях есть, ну, вот ты понял, что это твой путь, придется теперь тебе тащиться по этому пути. Вот я погадал на этого человека, мой суженый будет, и потащусь за ним по жизни. Нет, так это не действует. Я должен сам выбрать, принять решение и отвечать за это решение по полной программе. Это очень важно. Ну, или там кто-то бросил жребий. Ну, вот у нас был сейчас момент с моим другом. Бросали жребий, уехать ему из России, не уехать. Он выбросил, что не уехать. Ну, он уехал. Ну, я говорю, ну, ты должен, у нас разговор был последний, но я говорю, ну, ты сам понимаешь, что за тобой выбор-то. Может тебе Господь говорить, остаться и будешь мучеником, пожалуйста. Ну, не факт, что ты там мучеником не станешь. Вполне вероятно, что там немножко будет путь подольше, но и кончится тем же самым. Вот, но ты должен принять решение. Как подсказка может быть. Но прими решение. Он принял решение и поступил, ну, мне кажется, правильно. Это его выбор. Еще вопросы? Да, да. Ну, да, да, общение. Это очень важный момент. Даже отец Александр Мень говорил, что есть четыре ножки, стула, стола христианина. Одна из них – это единомышленники и общение, конечно, да. Молитва, общение, да. Ну, учение апостолов – это, в общем, то же самое, что учение Христа, но есть даже дедахе, так называемая книга апостольская там. Вот, вы можете ее почитать, но там ни больше, ни меньше, чем что сказано в Евангелии. Учение апостола, учение о Христе, и все. Апостолы рассказывали просто, они видели Христа, прикасались к Нему. Мы же не все знаем из того, что было с апостолами и со Христом, не все нам описано. Представляете, какая была радость там общаться с живыми свидетелями трехлетнего путешествия здесь, в этом мире. Ну, вот, и все. Апостолы делились этим, рассказывали о всех событиях, также вопросы, наверняка, задавали, общались, жили вместе, хлеб делили. Ну, как-то так. Ну, не совсем. Это все-таки мы так воспринимаем. Апостолы чаще всего приезжали и приходили в ближайшую синагогу. Надо помнить об этом. Синагоги были практически везде. Еврейский народ диаспоры распространился очень по всей Римской империи. Поэтому апостолы всегда приходили именно в синагогу, потому что там знали Писание, на что можно было опереться. Просто рассказывать язычнику, что появился там кто-то, предсказанный пророками. Язычник не знал, кто такие пророки. Вообще ему до Христа было далеко и все остальное. Поэтому в начале проповедь начиналась в том месте, где что-то знали. Это очень важная такая штука, связанная вообще со знаниями, с катехизацией, с образованием, со всем остальным. То есть апостолы шли, находили город, приходили в город, находили синагогу и прямиком в синагогу. Там собиралась еврейская община и начинали они рассказывать. Там вот знаете, помните, с чего начиналось пророки? Нам говорили, что придет Мессия. Давайте вспомним. Вот он пришел. Кто-то там уверовал. Один появился, второй появился. А потом уже в процессе жизни, соответственно, язычники общались с этими людьми. Ну, потому что жизнь есть жизнь, мы же общаемся. Они видели особенности, что появление вот этой новой веры. Что вот, как я вот, скажем, пришел в христианство таким образом. Появился парень, который немножко вел себя как иначе, чем другие. Да, в трудных обстоятельствах. И я начал интересоваться, как, почему, и узнал, что он христианин. И так вот начал узнавать о Христе больше и больше, и пришел в церковь. То же самое было и там, такой естественный процесс. Вот. Еще вопрос? Было неслышанное слово писать. Вопрос. Имеет ли значение, кто вынимает жребие? Да, что ж мы с этим жребием носимся, как это? Вот. Ну, если патриарха и будем избирать, нам все равно его не тянуть. Я вам будут тянуть там митрополиты и так далее. Вот. И советую, почитайте историю избрания патриарха Тихона. Вот там все ясно сказано, написано, что я буду это пересказывать. Вот. Поинтересуйтесь. Будет очень здорово. Такое домашнее задание для всех. Вот. Действительно, да. Да? Инквизиция. Ну, с добрыми намерениями она вначале возникла. Потом все это оказалось на местах преломлением людских сердец. Изначально, если вы начнете читать про Игнатию Лайолу и так далее, там все, они пытались просто как-то, ну, вернуть какие-то христианские ценности. Вот. Ну, а потом все получилось, как получается у людей. В испанский сапог, ножку твою засунем, и ты вернешься, вернешься ко Христу. Как у нас старобряться угнали? Вначале это все начиналось с увещевания, братцы мои. В начале разговора разговаривали, а потом начали в срубах жечь. Вот как, когда человеческое начинает быть превыше Божьего. А как это обычно человеческое начинает? Ну, вот когда начинаются вот такие вещи. Испанские сапоги, да, срубы горящие. Ну, и в результате все это и происходит. А начинается все, как всегда, с желанием что-то исправить, чего-то наладить, там, книги исправить. Там, да, правильно креститься. За солнцем ходить, против солнца ходить. Заканчивается и гонениями часто. Ну, даже если взять первое века христианства, вот первая такая серьезная, серьезная проблема – арианство. Да. Ну, действительно, проблема серьезная, потому что Христу запретили быть Богом на кресте. Сказали, нет, ну, как может быть распят Бог? Ну, прошлый раз этот был вопрос. Действительно, сложности огромные возникают. Как? Да я не могу на него ответить, но как-то вот так. Вот. И придумали, что был распят только человек. Тем самым уничтожили всю идею христианства. То есть апостол Павел об этом говорит, что если не распят был Христос, не он умер, не он воскрес, то вера ваша щетна. Ну, и действительно, смысл тогда во всем этом. Смерть как владела нами, так и владеет. Грех как владеет нами, так и владеет. Ничего не изменилось. Ну, морально-нравственные какие-то качества можно приобрести в результате жизни по христианству. Ну, это можно жить, там, не знаю, в буддизме, пожалуйста, то же самое. Там, не заниматься усовершенствованием самого себя. Вот. И придумывать, как вот, на чем сойтись, да. И вот, единосущные все вот это слово начали обдумывать. Подобосущные. И там разницы были в одном, в двух, в одной-двух буквах. Вот, почитайте, в Сиренский собор Краташова. И в какой-то момент там оказалось, что на востоке, да, церкви говорили об одном и том же. И на западе церкви говорили об одном и том же. Но друг друга не понимали. И друг друга так же ссылали, доносили, уничтожали и что только не делали. И когда это поняли, когда пришли вот к этому единосущному определению, когда наконец-то были собраны эти соборы, немало людей пострадало. А почему? Как такое может быть христианство, которое говорит о любви? Ну, это христианское. Христос говорит о том, что вот любите друг друга. Люди не умеют любить друг друга. Вы поймите. Вот мы требуем от себя такое, что у нас нет этого еще пока. Мы этому научиться должны. Вот чего. Вот требуем от церкви быть такой, хупа, святой. А откуда она будет, если она населена такими же людьми? Пришел человек с улицы, стал христианином. Бабах, он что, сильно изменился, что ли? Я вспоминаю свое неофитское детство, грубо говоря, с пастырем церкви протестантской познакомился. Он у меня дух святой изменил, все остальное. Он как и удивился, когда у него дед какой-то машину его бедную поцарапал. Он этому деду так с ноги дал, простите меня. Я думаю, нифига себе христианство так поживает. И это не потому, что он такой протестант плохой. На этом же месте может быть православный оказаться, или католик, или еще кто-то. Ну вот, человеческое у него-то. Вот так он проявил себя, правда? Где же там суперизменения? Взять и сразу измениться. Так Марии Египетской потребовалось там сколько лет? 30-17, я уже забыл. Чтобы хоть немножко сдвинуть свою историю прошлую с места. Это же не просто так взять, хоп, и стать другим. Вот о чем. Тут надо понимать, что очень многое завязано на нас с вами. В церкви никто другой. Руки Бога мы с вами. Корявые, косые, вот такие, которые могут там деда бедного обидеть. Ну, надеяться Богу не на кого. Апостолы такие, которые от него отказывались там. И потом же дальше Варнава и Павел не взяли там с собой еще одного своего спутника, потому что поссорились. Пожалуйста. Ну вот я же вам об этом только сейчас рассказывал, что и декана появились, и все остальное. Если бы все было так хорошо. Ну, тем самым, это говорит о том, что Дух Святой невозможно выдержать. Вот если честно сказать, кроме как чудом жизни христианской церкви в мире назвать нельзя. Потому что чудом, Духом Святым грешные люди остаются вместе. Как в браке. Там в браке есть такой момент, когда вокруг аналоя с крестом ходишь, и поют тропари мучеников. И если вот такая система доживает до старости, считайте, это чудо. Из двух товарищей. Которые друг другу за годы жизни там выносят все, что можно. И редко-редко там находится семья счастливая. А чаще всего разводы. А попробуй, да. Два человека вот. А вот это чудо, что грешные люди еще могут жить вместе, собираться вместе, делать добрые дела вместе и рассказывать о Христе. Вот что чудо. Вот подойдите с этой стороны к церкви, ко всему остальному. Это удивительно. Потому что не всем дано быть суперсвятыми. Но она растет, и людей прибавляется, и в таких условиях, как сейчас. Вот как-то так. Вопросы? Тогда, отче наш, отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое. И як на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши. Як же и мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукава. Благослови каждого брата, сестру на обратный путь домой. Ангела, хранителя всем пути. И спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Аминь. Все.